Вторая половина дня у нас посвящена прибрежной части юго-западной Галисии. Вначале мы посетим историческую часть деревни Камбарро, затем поедем в городок Огровы, где у нас будет морская прогулка, а в конце дня посетим родовой замок в городе Камбадос. Выехав из Сантьяго де Кампостелло, остановились на обед. Здесь стилизованная карта пути Святого Якова по Галисийской провинции Луга. Килограммовые упаковки галисийского шоколада. Проезжаем город Понте-Ведро, который находится в 58 километрах южнее Сантьяго де Кампостелло. Население Понте-Ведро более 80 тысяч жителей. Город известен со времен Римской империи. Город Понте-Ведро является административным центром одноименной провинции, и в ней находятся все три населенные пункта, в которых мы сегодня побываем. По переписи населения, около 30% жителей провинции назвали своим родным языком галисийский, и город считается центром галисийского национализма. Выехали из Понте-Ведро и направляемся в прибрежную деревню Камбарру, которая находится в 6 километрах от Понте-Ведро. Воскресенье Воскресенье Вышли на площадь у берега. Панорама этой площади Видим один из традиционных архитектурных элементов Галиции – хореос, поднятые над землей зернохранилища. Конструкция их опор такова, что не позволяет грызунам добраться до зерна. Идем в старую часть деревни, расположенную в прибрежной зоне. Еще хранилище на столбах. В одной из прибрежных таверн. Оригинальные столики из цельных кусков дерева с вырубленными опорами для ног. Продажа сувениров. Узоры, похоже, навеяны кельтскими мотивами. В оконном приеме и на ставнях выставлены изделия на продажу. На ночь почти ничего не нужно убирать. Достаточно просто закрыть ставни. Считается, что сувениры в виде ведьм приносят удачу. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, вот, на этот счет у меня там есть, это потолки. Смотри, какой. Еще два хранилища продуктов на столбах. Возвращаемся к автобусу по другой, параллельной берегу улочки, второй от моря. Субтитры создавал DimaTorzok Колонна, украшенная ракушками. Детальнее ракушки на поверхности этой колонны. Теперь едем в Огровы. Въезжаем в Огровы. Это городок с населением около 12 тысяч жителей. Здесь у нас была морская прогулка. На одном из стоящих у причала котировка тамаранов. Именно здесь находится 90% всех хозяйств, которые разводят миди в этих краях, в этом районе. Маршрут морской прогулки в Остуарии, то есть в лимане реки Ороса. Мы приближаемся к вот этим островкам, на которых собственно и... В этом месте разводят съедобных моллюсков, главным образом мидий, а также устриц и гребешков. За сезон одна взрослая мидия дает более 10 тысяч яиц, которые после оплодотворения становятся личинками. Поплавав в воде около месяца, личинки прикрепляются к камням, подводным конструкциям и тому подобное, на всю оставшуюся жизнь. Пищу, а это зоопланктон и водоросли, моллюск берет из моря, пропуская через себя и отфильтровывая воду. Таким образом, мидию, в отличие от домашних животных и разводимой рыбы, нет необходимости снабжать кормами до достижения товарного веса. За 14 месяцев ракушка мидии увеличивается в размере до 7-8 сантиметров и становится товарным морепродуктом. Мясо составляет около 12% от общего веса моллюска и очень полезно. Капроновый канат, к которому прикрепляют себя мидии, называют коллектором. Его длина 4-6 метров. На канат нанизывают пенопласт, а на конце каната закрепляют грузы. На этом плоту, специально для демонстрации туристам, показывают также коллекторы с устрицами. А это демонстрационный коллектор с гребешками. В отличие от мидии и устриц, гребешки способны передвигаться в воде, создавая реактивную силу хлопанием створок раковины. Обычно на одном таком плоту разводят один вид моллюсков. Мидии, устрицы и гребешки живут только в чистой воде, не загрязненной стоками. Мидии, устрицы и гребешки живут только в чистой воде. Обычно каждый год какой-то один дюйм или устрицы. Да, да. Именно это? Или устрицы, или витии, или кто-то еще. Молодь, посмотрите, устрица вот на том плоту. После ознакомления с азами технологии разведения моллюсков нам на борту и на ходу предложили Ужин из мидий и вина. Тарелки с мидиями общие, а кучки опустошенных раковин индивидуальные. Капитану штурвала. В трюме есть подводные иллюминаторы, позволяющие наблюдать жизнь в толще воды. Капитан Гонсало хочет с вами попрощаться. Мы пребываем в порту Гроби. Хочет вас поблагодарить за то, что вы посетили его корабль. На берегу рыбацкие снасти и сувениры из материалов, добываемых в море и на берегу. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... Выезжаем из Огровы и направляемся в городок Камбадос, где мы посетим родовое имение старинной испанской семьи Фифиньянс. Приехали на главную площадь городка Камбадос. Здесь и находится замок имения Фифиньянс. Напротив имения церковь Сан-Бенита. Замок выполнен двухэтажным, а башня четырехэтажная. А это над входом. Сразу после входа видим символ виноградной лозы и виноделия. В 1928 году в имении впервые было выпущено на рынок белое вино Альбориньо. Вначале ознакомились с жилыми помещениями замка, в которых представлены мебель и украшения прошлых столетий. В этой комнате на стенах художественные обои с восточными мотивами из Парижа, 17 век. История замка в этом месте восходит к 14 веку. На месте церкви находился Бенедиктинский монастырь, построенный в 11 столетии. В 16 веке это место было передано королем Филиппом II деду первого виконта Фифиньенс. В нынешнем виде здание дворца появилось в 17 веке. До настоящего времени имение принадлежит потомкам этого древнего рода. Бенедиктинский монастырь Походная капелла, 18 век. Поднимаемся на башню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Далее осматриваем, так сказать, приусадебный участок. В хозяйстве производится вино, ликеры, различные экологические продукты. В центре снимка одна из собственниц этого имения, потомок старинной испанской семьи. Субтитры сделал DimaTorzok Это еще одна представительница старинного рода фифиньянс. Мед в килограммовой таре и пыльца в полукилограммовой. Теперь направляемся обратно в Сантьяго де Компостелло. Далее мы выезжаем в Диме, и на этот раз с чемоданами. Да, у нас день есть для отдыха от чемоданов, а день с чемоданами. Благодаря тому, что мы в это верили и не допускали никаких дурных мыслей и высказываний, так все и получилось. Подъехали к нашей гостинице.